Сегодня я вам расскажу сказку про мышку-пышку и кота-рыжек. В Теренском доме, в норке на кухне, прячась от всех, жила маленькая мышка. Она всех боялась. Она боялась дедушку, она боялась бабушку, боялась кота-рыжека, боялась собаку-кляксу, но она очень любила сыр. А сыр делала бабушка из козьего молока. Мышке этого сыра почти никогда не доставалось, ну разве что только крошка упадет на пол. Но это было крайне редко. Мышке приходилось только наслаждаться запахом и мечтать. Однажды дедушка оставил на столе после вечернего чая к тарелке кусок сыра. Он очень устал от дневных забот и ушел спать и забыл. Ночью мышке приснился сыр. Большой кусок, огромный, просто как дом. От счастья и радости мышка проснулась, но сыра не было, сыр пропал. Сыр пропал, но запах-то был, и при этом на кухне не было света, свет не горел, и никого не было из людей, не было кота-рыжека. Она выглянула из норки и прислушалась. Покрутив носиком, мышка по запаху нашла сыр и забралась на стол. На тарелке, источая восхитительнейший аромат, лежал большой кусок сыра, самого настоящего, бабушкина. Мышка открыла ротик и вонзила все свои зубки в сыр. Но откусить кусок она не успела. В это время на кухне зажегся свет и зашла бабушка. Ей нужно было налить стакан воды. Мышка ни жива, ни мертва от испуга, замерла с зубами, воткнутыми в сыр. Бабушка, увидев мышку, вспомнила, что она была спортсменкой в молодости, запрыгала на табуретку и закричала так громко, как могла. Сначала зазвенели стекла в окне, потом зазвенели стаканы в буфете на кухне. За ним загудел дымоход и, наконец, прибежал дедушка в трусах и с ружьем. Мышка продолжала сидеть, воткнувшись зубами в сыр. «Что случилось?» – спросил дедушка. «Что ты делаешь на табуретке?» Бабушка прекратила кричать. Стекла и стаканы перестали извинять, труба выйдет. «Мышь!» – или произнесла бабушка, показывая пальцем на стол. А мышка подумала, вот интересно, оказывается, не только я всех боюсь, но и бабушка меня боится. И хоть мышке было очень страшно, отпустить сыра и убежать было выше ее сил. Дедушка надел очки и посмотрел внимательно на стол. Потом улыбнулся, поставил ружье в угол и сказал. «Но и напугал же ты меня, бабушка. Давай руку, слезай с табуретки. Ты посмотри, ты же маленькая мышка, которая ужасно тебя боится. Но еще больше она любит сыр. Вот и сидит, ни жива, ни мертва. Давай будем ее сыром угощать, а она не будет по столам лазить». Мышка поняла, что ее не будут прогонять и решила все-таки откусить кусок сыра и съесть. «Давай ее как-то назовем. Смотри, глаза бусинки, шерстка серенькая, пушистая. Может, бусинка? Нет, не подходит. Пушистая, пушок, пушка. Во, вот, пышка! Теперь будут тебя звать мышка Пышка». Бабушка успокоилась, но для порядка все-таки проворчала. «Вот пусть теперь пышка, чтобы по столу не лазила. Сыр я и так ей буду давать». Ну, дед переложил сыр к мышкиной норке, забрал ружье, бабушку и ушел ночевать. А мышка ела сыр и думала, «Как хорошо здесь жить, вот если б только не кот Рыжик». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова